Добрый вечер, дорогие телезрители! Канал Евроспорт Россия продолжает свои репортажи на русском языке. Сейчас коммендатор Алексей Рассов, режиссер Лариса Пастанецкая, оглашает вас на первой из серий репортажей, посвященной ледовому спидвею. Чемпионат мира, чемпионат Европы по мотогонкам на льду и командный чемпионат мира на протяжении ближайшей недели в 21.30 по московскому времени 5 дней репортажей, посвященных этим событиям. Ну а начинаем мы наши репортажи из Саранска. В Саранске прошел чемпионат Европы по ледовому спидвею. Первый этап прошел на трассе в Красногорске и первый и второй финалы прошли на трассе в Красногорске. Несколько слов о системе проведения нынешнего чемпионата мира по ледовому спидвею или мотогонкам на льду, так правильно по-русски называть эти соревнования. Ну а впрочем об этом чуть позже, а пока вы видите торжественное открытие чемпионата Европы. Еще раз подчеркну, три года назад был возрожден этот чемпионат Европы. Он прошел в Саранске в 700 километрах от Москвы и 16 гонщиков в течение двух дней, в 20 заездах в каждые из дней разыгрывали награды чемпионата Европы. Первый заезд здесь австриец Саймон, Владимир Фадеев в белом нашлемнике, Юрий Иванов в голубом и голландец Тинсья под первым номером в красном нашлемнике. Цвета нашлемников соответствуют месту на старте, вернее дорожке, с которой стартует каждый из гонщиков. В этом заезде уверенно лидировал Владимир Фадеев, чемпион мира. Двукратный чемпион мира, неоднократный в командном первенстве. В нынешнем году он уже завоевал к этому времени титул чемпиона Европы. Ну что ж, еще раз несколько слов, вернее теперь еще несколько слов о системе проведения чемпионата Европы в данном случае. Просто по сумме двух дней состязаний надо было набрать наибольшее количество очков за два дня состязаний. Владимир Фадеев одерживает победу в первом заезде. Теперь четвертый заезд. Здесь Белянкин, Игорь Иванов, Валерий Иванов и Игорь Яковлев. И сразу, как видите, очень неудачное происходит столкновение. Белянкин упал. И здесь же пострадали оба белорусских спортсмена. Старт 30 метров. Гонщики обязаны двигаться строго по прямому направлению. А дальше вот в повороте возникает такая давка и падение. Добавлю еще такую интересную деталь. Мотоциклы оборудованы шипами, длина которых 28 миллиметров. И зашипована большей частью левая сторона, поскольку гонщик идет все время на виражах. Вы видите Игорь Иванов. Столкновение в желтом нашлемнике был Белянкин. Но я добавлю, что молодые, амбициозные гонщики стараются доказать, скажем так, более возрастным соперникам, что они сильнее. Вот так покидает трассу Игорь Иванов. Седьмой заезд Владимир Фадеев, Андрей Якулев, Игорь Якулев и Виталий Хомицевич. Два белорусских гонщика, два брата Игорь и Андрей Якулев в этом заезде сошлись с многократным чемпионом Владимиром Фадеевым. Четыре круга. Каждому из гонщиков предстоит пройти. Весь заезд продолжается около одной минуты. И, как часто это бывает, буквально параллельно идут мотоциклы. Рядом с шлемом одного гонщика проносится колесо другого мотоцикла. И здесь Виталий Хомицевич в красном нашлемнике и Андрей Якулев. Впереди Андрей Якулев. И удивительно, ведь в этом заезде Владимир Фадеев только на третьей позиции. Два дня проходили заезды в Саранске. В первый день, как видите, это было в вечернее время. Восьмой заезд. Игорь Иванов, немец Липман, латыш Попов и австриец Симон. Я называл их в порядке, так скажем, в обратном порядке, потому что Игорь Иванов стартовал с четвертой дорожки. Самой неудобной, как считают все мотогонщики. С нее дальше путь до первого виража. Ну и Юрген Липман под 12 номером пытается составить конкуренцию Иванову. Ну, похоже, что вряд ли ему этот газ сделать. Такой, в общем-то, не очень зрелищный заезд, поскольку Иванов, как видите, один из братьев Ивановых, достаточно далеко уехал. А вот за вторую и третью позицию идет более упорное соперничество. Финиш Игорь Иванов, немец Юрген Липман второй, латыш Попов третий и австриец Симон четвертый. Далее, 14-й заезд. Виталий Хомицевич, латыш, ну, конечно же, заезд останавливается. Он останавливается в любом случае, если произошло падение. Виталий Хомицевич и Попов остаются на старте. Старт и едва не теряет свой мотоцикл Виталий Хомицевич. Молодой гонщик из Каменск-Уральского. 20 заездов всего предстояло пройти участникам в первый день. Они были разбиты на 5 серий. Каждому из гонщиков удалось в этой серии встретиться с каждым. После каждой из 5 серий небольшой перерыв для чистки льда. Ну, в общем, я, наверное, рассказываю такие прописные истины, которые многие поклонники моторных видов спорта и в первую очередь мотагонок на льду, поскольку это, как говорится, самый медальный был и советский вид моторного спорта, и российский. 36 личных чемпионатов мира по мотагонкам на льду. 36-й чемпионат мира, который стартовал в Красногорске в этом сезоне. И наибольшее число побед 29 на счету российских, вернее, советских и российских мотагонщиков. И вы видите мотоцикл и самого Кирилла Дрогалина. 19-й заезд. Кирилл Дрогалин. Чемпион мира прошлого года. Здесь ему достался номер 6. И это 19-й заезд. Один, если не сказать, один из основных, один из решающих в первый день. Дрогалин, Крыскин, Владимир Фадеев и немец Юрген Либман. Каждый из них выбрал. Вот вы видите, последняя. Четвертая дорожка в желтом нашлемнике Кирилл Дрогалин. И по самому внутреннему радиусу пытался проскочить здесь немец Либман. Ему это не удалось сделать. А в красном нашлемнике Владимир Фадеев уверенно лидирует. Ну, почему я еще назвал Меккой, как принято сейчас называть, одним из, скажем так, центров, вернее, главным центром российского спидвейера. Поскольку тот же Владимир Фадеев, уроженец Приморского края, но уже много лет живет в Саранске. Тот же, вы видите, Кирилл Дрогалин выступает за ЛИСМУ. Это спортивный клуб Саранска. Это гоночный клуб Саранска. И в Саранске действительно уделяют много времени. Это, по-моему, остался, если сказать, один из, наоборот, скорее, главный и, пожалуй, единственный центр российского спидвейера. Поскольку очень сложно остальным гонщикам, которые, ну, скажем так, не состязаются за спортивный мотоклуб Саранска. 19-й заезд. Победу в нем одерживает Владимир Фадеев. А Кирилл Дрогалин из этого заезда дисквалифицируется за пересечение линии трека. Ну, Дрогалин, вы слышите интервью. Вот единственная возможность, что мне можно здесь не переводить. Двигатель успели поменять за два заезда, но в попыхах просто не очень удачно. Подключили электронику, вышло из строя электроника. Итак, после первого дня соревнований Виталий Хамецевич, лидер, вместе с ним Осипов, которого мы не видели, и Владимир Фадеев, на счету которого 12 очков. Добро пожаловать в Саранск на чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Второй день соревнований. Итак, Виталий Хамецевич и Сергей Осипов набрали одинаковое количество очков по 13 после первого дня. Владимир Фадеев третий, у него 12 очков. 21-й заезд, первый во второй день соревнований. Владимир Фадеев, Захаров, Попов, Дрогалин сошлись в этом заезде. Ну и лучшим образом, конечно, к счастью для всех участников, что это был первый заезд, поскольку лед очень и очень ровный, буквально зеркальный, еще не успели нарезать на нем колеи никто из участников и позволяют это развить максимальные скорости. Итак, первым из числа участников выпадает Захаров. Впереди Фадеев, следом за ним в голубом нашлемнике Кирилл Дрогалин. Фадеев уверенно лидирует, а вот Кирилл Дрогалин его постигает неудача, сбрасывает в ход. Ну, понятно, здесь причина и на дна, это мотоцикл. Уверенная победа Владимира Фадеева делает его уже главным претендентом на чемпионское звание. Ну и, кстати, интересно отметить, что Дрогалин вот так пересекает линию финиша. Да, не повезло на чемпионате Европы Кириллу Дрогалину, что еще можно сказать. И теперь 31-й заезд Андрей и Игорь Яковлевы, Валерий Иванов и Латыш Попов. Первый поворот падает, падает Валерий Иванов и Андрей Яковлев. Причем естественно, заезд остановлен. Валерий Иванов 14-й номер и 15-й номер Андрей Яковлев. Валерий Иванов выступал, кстати, по чешской лицензии и был в этом случае представителем Чехии. Итак, как виновник он исключен из перезаезда и остается трое участников. Владимир Фадеев Андрей Яковлев и Игорь Яковлев. Два брата из Белоруссии разыгрывают между собой победу в этом заезде. И для тех, кто не очень знаком с рядовым спидвем, я добавлю, что победитель получает свой актив. Три очка, занявший второе место, два, третье, одно и последний, четвертый участник, очков не получает. Лидер определяется по наибольшей сумме очков, а победитель чемпионата Европы определился по сумме очков, набранных участниками во всех заездах. Всего было 40 заездов, каждый гонщик 10 заездов, прошел по 5 в каждом состязании. Андрей Яковлев из Белоруссии пересекает линию финиша первым, и следом за ним его брат Игорь. А теперь 32 заезд Виталий Хомицевич, Кирилл Дрогалин, Валерий Иванов и немец Юрген Либман. Здесь уже действительно упорнейшая борьба, желтый нашлемник у Виталия Хомицевича, белый шлем у Кирилла Дрогалина. Именно они разыгрывают победу в этом заезде и значительно уже остали Иванов и Либман. Каждый из участников выбирает собственную траекторию движения, но существуют уже такие каноны мотогонок на льду, каноны спидвей на льду, когда участник заходит по наружнему радиусу, затем чуть сбрасывает ход, уходит на внутренний радиус и на выходе имеет возможность опередить соперника. То есть вот такие тактические уловки знают каждый из гонщиков, тем более это же все-таки чемпионат Европы, а я говорю о прописных истинах. В этом заезде победу празднует Кирилл Дрогалин и после 39 заездов Хамецевич и Яковлев набирают по 25 очков, у Фадеева 23 очка и последний его заезд, в котором он стартует вместе с Игорем Яковлевым, Юрием Ивановым и Осиповым, Сергеем Осиповым. У Фадеева последняя четвертая дорожка и тем не менее на дистанцию он уходит первым, желтый нашлемник и захватывает лидирующую позицию. Следом за ним Юрий Иванов и Игорь Яковлев. Уверенная езда Владимира Фадеева в последнем заезде. И уже никто не может помешать Владимиру Фадееву 42-летнему вооруженцу Приморского края довести эту победу. Владимир Фадеев принадлежит к тем гонщикам, которые выступали еще за сборную СССР. Именно тогда впервые он завоевал чемпионское звание в составе команды. И вот еще и чемпион Европы он. Новый чемпион Европы Владимир Фадеев. Мой земляк Европоликарпов два раза, а я ни разу. Поэтому медаль тоже она не лишняя. То есть у вас такие еще были какие-то друг земляк отстает? Ну что ж, Владимир Фадеев впервые стал чемпионом Европы, а на трассе Саранске предстоял еще перезаезд за второе место. Виталий Хомицевич и Андрей Яковлев. В голубом нашлемнике Виталий Хомицевич. Развивает он высокую скорость. Следом за ним Андрей Яковлев. Борьба за серебряную награду чемпионата Европы. Как ни старается Андрей Яковлев, ничего не удается ему сделать против четкой езды. Виталия Хомицевича. И здесь уже идет ва-банк Андрей Яковлев. После этого авария. Улетает Андрей Яковлев в заградительную сетку. И посмотрите, буквально касался, к счастью, колено своего соперника Виталия Хомицевича, Андрей Яковлев. Виталий Хомицевич серебряный призер чемпионата Европы, а Андрей Яковлев бронзовый. Добавлю, что колеса мотоциклов больше, чем на две трети закрыты защитной сеткой. Это позволяет вот так, пусть небольшим, но все-таки контакт. Итак, посмотрите. Продолжение следует...